Привет всем друзья! Сегодня наконец-то сообщу вам радостную новость. Вышла игрушка в свет Hand of Fate 2, что в переводе означает «Рука судьбы час вторая» от разработчиков Digital Development, которая является и издателями этой игры. Наконец-то она появилась на просторах Стима, можно смело ее купить. И хочу вам сказать, что лично для меня, я ждал эту игру, наверное, около года, она для меня является большим событием, то есть я ждал ее больше, чем тот же, например, Assassin's Creed Origins. Почему ждал ее больше? Да потому что концепция построения основного игрового процесса намного интереснее, чем тот же самый Assassin's Creed. Почему? Потому что Assassin's Creed уже, наверное, на протяжении лет десяти никак не меняет свою подачу, то есть там, да, проработанные города, мир, но в основном-то все как было десять лет назад, так и есть. То есть я посмотрел трейлеры, игровой процесс новой части, то есть никакого абсолютно желания покупать и даже бесплатно скачивать эту игру у меня нету, то есть если бы даже мне бесплатно ее там кто-то скинул, ключик, я, наверное, не стал бы ее даже скачивать, так она бы у меня просто валялась в библиотеке и все. Ну а Hand of Fate, как я говорю, я ждал давно, наконец-то она вышла, и кто знаком с первой частью, то знают, что здесь средневековый боевик с использованием топоров, мечей, щитов, скомбинирован с карточной коллекционной игрой. Очень интересно то, что первая часть плотно связана со второй, по сюжету сразу могу отметить, что во второй части событий первой части прошло сто лет, главный герой первой части стал козлом, злодеем, он стал тираном, запретил людям использовать магию, и главной героине второй части предстоит использовать свои способности и проходить через всю колоду карт для того, чтобы сразиться с главным тираном. Нововведения были, в отличие от первой части, в том, что на ступень выше стала визуальная составляющая игры, завезли DirectX 11, также в игровом процессе произошли изменения, можно использовать оружие двуручное, можно по одному оружию в каждой руке использовать, в первой части ничего этого не было. Ну и одно из главных нововведений, это, конечно, то, что у вас в партии появились уже сопартийцы, которые будут вам помогать сражаться с врагами, вы будете уже сражаться не в одиночку. И что еще более интересно, если у вас кого-то из членов вашей партии убьют, все, вернуть его уже будет нельзя, то есть если вы невнимательно сыграли, пока вы сражаетесь с каким-то там одним врагом, то ваших двоих бьют там, допустим, трое, то, естественно, один из них упадет, и вернуть вы его уже никак не сможете, это, на мой взгляд, очень интересно. Вообще, игра Hand of Fate, мне кажется, в какой-то степени это прорыв в играх, потому что скомбинировали два таких жанра, как коллекционно-карточная игра и боевик средневековый, то есть, мне кажется, это очень грамотное решение со стороны разработчиков. И здесь, конечно, ну такой минусик небольшой есть, что нету мультиплеерной игры, никакой статистики, то есть просто это одиночка, которую вы по сюжету проходите, и все. В общем, для тех, кто не знаком с концепцией игры основной, я расскажу, что здесь вы садитесь за карточный стол против раздающего, который управляется компьютером, он перетасовывает колоду и делает одну сдачу, ну допустим, он сдает вам 6 или 8 карт, и в этой сдаче вы открываете карты, и открыв которые вы можете какие-то сюжетные события открыть, можете там открыть встречу с торговцем, а также вы можете открыть встречу, допустим, там с ворами какими-то, или вы можете открыть уже по завершении этой раздачи, то есть вот вы все, допустим, вам 8 карт разложили, 7 вы открыли, а в 8 уже будет босс, с которым вам предложат сразиться. Боссы все очень колоритные, враги очень колоритные, все это выглядит красиво, играется очень приятно все, и визуальные эффекты, как я уже говорил, и графика стали лучше, играть стало еще приятнее, в отличие от первой части. Несмотря на то, что игрушка недорогая, она выглядит очень и очень достойно на фоне других проектов, которые выходили в стиме или еще где-то на других платформах, поэтому всем советую в это дело поиграть, обязательно ознакомиться, тем, кто любит средневековые бои, тем, кто любит коллекционные карточные игры, я думаю, всем будет интересно потасовать колоду, поиграть, пооткрывать карты. Меня лично эта игра еще с первой части очень впечатлила, всем рекомендую, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Виктория, ты учишься! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok